Воспрествую, Ирина. И мой первый вопрос прямо из вашего живого журнала по поводу совещания обновленного совета. Расскажите о том, что там было и при этом, что осталось за рамками вашего поста онлайного. Поделитесь секретами. Ну, 65-62 человека. То есть он расширенный теперь? Он расширенный где-то на чуть меньше третий. Название осталось прежнее у него, название не менялось. Да, в защите гражданских правств человека при президенте Российской Федерации. Встречались в Георгиевском зале, он огромный весь в золоте и, конечно, подавляет. Серьезно, я прямо себе думала, господи, как здесь люди работают, потому что на себя чувствуешь просто... Ты не чувствуешь себя приобщенным к чему-то золотому, великому, парковскому державу? Ну, я вот чувствовала себя придавленной. Да, имперской. Обстановка имперская. Меня что удивило, что у Владимира Путина хватило терпения. Во-первых, не было сильного опоздания. Все привыкли, но на час, на два точно. Нет, ну, там 15 минут и все. И все началось там. Около 4. И дальше он 3 часа. 3 часа он выслушал всех. Я бы померла. А он так слушал. То есть вы его, как это принято говорить, в благосфере троллили. Да. Вот конкретно ваше предложение он принял? Ну, как принял. Притормозить принятие закона? Нет, он предложил... Как это закон называется официальной полностью? Закон... Это поправки в уголовный кодекс. Закон называется внесение новой статьи об оскорблении религиозных чувств. Граждан и так далее. То есть бытон называется о защите прав верующих. Вот так. Ну, по журналисту его называют. Ну, по журналисту. На самом деле, это закон о поправках в уголовный кодекс, указ существующий с внесением новой статьи о защите прав, о защите религиозных чувств верующих. Вы прочитали проект, и он вам не понравился. Я прочитала все внимательно, потому что я знаю, если идешь к президенту, надо быть в тексте, в материале. Он технократ страшный. Если ты не цитируешь... Это хорошо или плохо для президента? Это хорошо, потому что разговор более конкретный. Если ты факты не показываешь, статью не читала, говоришь общими какими-то эмоциями, он тебя не слышит. Я прочитала, и я поняла, что раскол. Потому что религиозные чувства не могут выступать в качестве истца. Тем более в уголовном кодексе есть статья о унижении чести и достоинства верующих по религиозным причинам. И она конкретно там до пяти лет, так что все то же самое. Здесь идет расширительное чувство. Ну, я прихожу к нам на Красный Октябрь или на Винзавод и вижу. Вот там есть одна конструкция, вы смотрите, там Мадонна с ребенком, отходите в сторону, эта конструкция уже хлам. Да, ну что, мои чувства оскорблены. И теперь художнику три года сидеть. И я знаю, что в одном из регионов уже рок-оперу «Jesus Christ Superstar» забанили. Забанили. Забанили, да, ну все. И я прям так все и сказала. Я объяснила, то есть это известная, эта позиция известная в общественной палате, и резик с этим выступал, даже протодиакон Кураев, по-моему. Есть такой, да? Да, есть такой тоже, сказал, что слишком расплывчатое понятие. То есть вас поддержали? Нет, я прочитала в интернете, что есть уже такие мнения, я их собрала, и прямо, что у меня есть на кого опереться. Мне это все объяснило, и со мной президент согласился, как юрист. Он говорит, действительно, понятие юридически неточное, вообще не юридическое. Он долго мне объяснял, что в России церковь была задавлена в Советском Союзе, и пристали неуничтожены. Ну, он в теме. Да, и требуется особая защита, это скорее настроение в обществе и так далее. То есть очень так он проникновенно. Ну, думаю, все, мне конец. Потому что если такое настроение, сейчас скажут, ну что, нет, и вдруг закончил, прямо противоположное. Он говорит, ну, в принципе, согласен, не юридическое, и надо пока притормозить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.